Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 19 лет. Моя мама алкоголичка. Она пьёт раза 3 в неделю. Достаточно часто она уходит в запой. Живу с ней из-за сильной нагрузки в университете, пока не работаю. Поэтому съехать не могу. Отец не пытается решать эту проблему. Мама постоянно в пьяном состоянии, очень агрессивно оскорбляет всех, пишет сообщения злобные всем, кому можно. Сейчас её любимая тема – это оскорблять моего парня. Она всячески высказывает недовольство и в том числе говорит, что мы из разных миров. Он меня не любит и для него это способ выживать. Я в постоянном нервном напряжении. Она ходит туда-сюда и оскорбляет всех. Трезвая она оправдывает это заботой ко мне. Я не знаю, как абстрагироваться от этого и что вообще с этим делать. Большое у меня задевает я постоянно злоба и агрессия, в том числе в мой адрес. Ну, смотрите. Вот такое первое чувство, которое у меня возникло, ощущение, что вы не уверены в себе. То есть, как будто бы мама ваша, по большому счёту, ваши страхи как-то озвучивают. То есть, что вы и сами, например, как-то, ну, подозреваете, что, как-то вот, ну, с молодым человеком не всё у вас в глазках, может быть, не всё у вас хорошо, может быть. Вот. Как-то вы сами это чувствуете. Может быть. Может быть. Я не знаю. Вот. Ну, а тут мама, соответственно, подливает масло в огонь. Подливает масло в огонь, так скажем, вашей неуверенности в себе, вашей тревожности и сомнения, которые у вас, в принципе, и так наблюдают. Поэтому я бы сказал, что первое, первое, с чего имеет смысл начать, это вот с работой над уверенностью в себе, с самооценкой, возможно, ваша же. А с некоторой такой, я бы сказал, может быть, жертвенностью. То есть, вот, именно жертвенность в том, ну, в том смысле, что вы оправдываете, вот, свою позицию, да, вы оправдываете своё поведение, как бы, говорите, что из-за большой нагрузки я не могу съехать. То есть, понимаете, как бы, здесь вопрос не того, почему вы не можете съехать, вот, есть вопрос того, больше, ну, хотите ли вы, хотите ли вы съехать, вот, хотите ли вы сепарироваться от своей мамы, вот. Это очень важный момент, на который хотелось бы вам обратить внимание. Следующее, вы говорите о том, что вас как-то задевает ее, ее, ну, поведение, ваш образ, вот, вы говорите, что, ну, как-то вот вам, ну, неприятно, вот, что вы говорите. Соответственно, здесь, на мой взгляд, также нужно преследовать этот аспект, то есть, какое ваше состояние вызывает вот то, что так близко к сердцу, вы воспринимаете ее слава. То есть, с чем это связано? Связано ли это с вашими какими-то оживлениями от нее, например? Связано ли это с каким-то вашим конфликтом внутренним, например? Связано ли это с тем, чего вы хотите сами, но как-то оживаете от нее этого? Да? То есть, вот, ну, как-то надеетесь, что она вам, ну, даст, вот, ну, то, что вы хотите. Вот. Ну, то, то, в чем, в чем, в чем вынуждаетесь. Вот. Собственно, тут, тоже, такой достаточно важный момент, как мне кажется, есть в том, что вы описываете. Вот. Вот. Вот это, вот, такой очень важный момент, на который вам нужно, вот, свое внимание обратить, как минимум. для чего? Да. Чтобы лучше понимать свое состояние, как мне кажется. чтобы лучше отдавать отчет в том, ну, вот, в себе, чтобы лучше отдавать в себе отчет в том, чего вы хотите, вам нужно. Вот. Вот. Следующее, на что хочется обратить внимание, вот, вы говорите, что, я не знаю, как этого абстрагироваться. Тут тоже, такая интересная штука, что, как будто вы пытаетесь от этого убежать, на мой взгляд. Вот. И вопрос, как мне кажется, здесь, знаете, какой вопрос? Можно ли и нужно ли от этого бежать? Вот. Вот какой вопрос, мне хочется вам задать. То есть, опять же, от чего вы бежите здесь в этом контексте? На мой взгляд, на мой взгляд, вы с чем-то, ну, боитесь, как будто бы, сталкиваться. с чем-то. Вот. Вот. Ну, в этом, в этом, в этом контексте. Вот. То есть, как будто бы вам тяжело сталкиваться с чем-то здесь. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, все это корректируется, да, на мой взгляд, все это вполне себе выправляется путем, допустим, проживания того, что вам, например, тяжело, трудно и больно, путем, путем выражения своих чувств, своих эмоций, вот, то есть это, ну, работа. Такая, я бы сказал, работа довольно серьезная, которая, ну, может быть, вами проведена. Вот. Другой вопрос, хотите ли вы этого? Другой вопрос, интересно ли вам это? Вот. 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 Потому как свою маму поменяете вы вряд ли. у меня, ну, она, скорее всего, в этом смысле не изменится, у нее есть определенные проблемы сейчас. А вот то, что вы воспринимаете ее, скажем так, ну, поведение, да, достаточно вот, я бы сказал, что близко к сердцу, это факт. И вот этот момент мы, как психологи, могли бы помочь вам скорректировать. Если, конечно, такое желание у вас есть, потому что, опять же, пока что не совсем очевидно, по крайней мере для меня, не совсем очевидно, чего вы хотите. От нас. Ну, я имею в виду от психологов здесь, чего вы хотите. То есть, какой, какой помощи вы хотите. Вот. То есть, переделать вашу маму, нет, мы не сможем. Помочь вам разобраться в себе, да, вполне. Это вполне возможно. Вот. То есть, ну, помочь вам разобраться вот в себе, помочь вам, ну, вот, что-то заметить в себе, помочь вам, вот, какие-то вещи увидеть. Это, да, это, это вполне реально. Вот. По крайней мере, с учетом того, чтобы описывать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ответ вам, он может быть, вот такой, в принципе. То есть, вы определитесь, пожалуйста, с тем, какую конкретно проблему вы хотите решить. Ну, вот, в том числе, исходя из того, что я сказал, мы уже поможем вам эту проблему решить. Если у вас действительно есть некоторые сложности, вот именно с уверенностью в себе, если у вас есть какие-то страхи, ну, вот, вы, там, ну, боитесь, если вы действительно, там, не уверены, ну, вот, не уверены в себе. Я, да, допустим, в смысле, не уверены, там, ну, в молодом человеке, например, как-то вот вы, допустим, боитесь и правда, что он вас, ну, бросит, да, боитесь и правда, что он как-то вот, ну, на самом деле, да, вот, ну, не из вашего мира, как-то. Мама говорит. Вот. Ну, это, это можно скорректировать, это можно поправить, это особо не сложно. Вот. Главное, чтобы, чтобы ваше желание было, чтобы у вас было желание это делать. Вот. Я бы так сказал. Опять же, абстрагироваться, да, значит, избежать. Довольно редко избегание решает проблему. Поэтому я бы, наверное, не рекомендовал бы вам смотреть в сторону избегания. Я бы, наверное, рекомендовал бы вам больше смотреть в сторону того, чтобы для себя определиться с, ну, со стратегией, может быть, с поведением, может быть, да, вот, с, допустим, как можно более быстрой сепарацией от мамы. И я бы поработал еще бы, в принципе, над ожиданиями вашими. То есть мне вот как-то показалось, да, что вы там, ну, как бы ждете от мамы, от папы, что он вот как-то будет решать проблему. И как будто бы вы обижаетесь, ну, обижаетесь, злитесь, злитесь еще и на своза. Вот. Что он вот не хочет, там, решать проблему. Ну, решать проблему не хочет. Вот. То есть ожидания ваши, если это ожидания, вот, ну, такие, как бы завышенные, получается, вам они будут только мешать. Вот. Поэтому, поэтому тут вот тоже такой достаточно важный момент есть. Вот. Не знаю, насколько вам было полезно то, что, ну, вот то, что я сказал, насколько вам это было полезно, я не знаю. Потому что, опять-таки, не совсем не знаю ваша направленность и нацеленность. Да. Ну, то есть, ну, то есть на что вы нацелены, на что вы направлены сейчас. Я бы несколько, пожалуй, постарался бы вас предостеречь от каких-то коопераций, коалиций против мамы, например, с вашей бабой, чтобы вот, ну, чтобы таким вот вы старались не заниматься, потому что, потому что ничего хорошего, как показывает практика, из таких, эм, коалиций не бросать. Ничего хорошего. Вообще. Кроме только, эм, ну, кроме только увеличения количества недоверия, злости, агрессии, обиды в том числе. Вот. Я бы смотрел в сторону все-таки не того, да, вот, эм, почему, например, эм, вы сейчас не можете то или иное. А я бы смотрел в сторону того, что вы можете прямо сейчас. Я бы смотрел в сторону того, какие прямо сейчас у вас есть, эм, возможности, что вы можете сделать. Вот. Вот. Я бы как-то, наверное, в этом бы направлении старался бы смотреть. Вот. А не в сторону того, что вы бессильны. Сейчас. Вот. Ну, просто потому что вам. Эм, в этом смысле, эм, при таком векторе, вы имеете все шансы, эм, ну, вот, в каком-то направлении двигаться. А сейчас, по сути, вы, ну, застыли. Сейчас, по сути, вы, эм, ну, как бы застряли. Вот. Эм, ну, в одном, эм, состоянии. Вот. И, естественно, не знаете, что вам делать дальше. Вот. И, может быть, у вас есть, эм, некая такая вторичная выгода. От того, как, эм, сейчас вы себя ощущаете. Вот. Опять же, повторюсь, может, может быть, я не знаю, как на самом деле обстоят дела. Может быть, я не прав. Вот. Вот. Я очень надеюсь, очень надеюсь в этом смысле, что я не прав. Вот. В целом, конечно, ваша мама зависима. Вот. А вы, соответственно, ну, по общему правилу, являетесь, эм, созависимым партнером. Вот. И вам в этом смысле необходима работа, эм, именно, вот, психотерапия для созависимых. Эм, психотерапия для созависимых, это, в первую очередь, работа с личными границами. Это, в первую очередь, работа с наценкой. Это, эм, ну, такая вот, эм, психоэмоциональная, эм, 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 скорее всего сделать не сможете потому что вы уже находитесь в этой ситуации и вам уже в этом смысле очень тяжело вот абстрагироваться вот опять же какой интересный момент можно в том случае да ну то есть переключиться можно в том случае когда есть интерес то есть когда мне интересно чтобы когда у меня есть ну вот другие интересы когда я вижу чувствую знаю эти интересы когда же я их не чувствую не знаю вот возникают проблемы и проблемы довольно довольно серьезно потому что вот я себя не очень хорошо например чувств не очень хорошо понимаю чего я хочу ну например например как вариант вот беспокоюсь совсем позже вот такой довольно важный аспект на этом все я надеюсь я надеюсь что мой ответ был вам полезен надеюсь что мой ответ был вам интересен я буду вам благодарен за обратную связь по нему я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать это позволит вам начать работу над собой позволит вам сформулировать базовые аспекты для психотерапии вот вот а уже сейчас обратившись к психологу уже сейчас ну обратившись за помощью за психотерапией вы могли бы довольно серьезно облегчить свое состояние вот при условии если вы не будете пытаться изменить там допустим свою маму или пытаться изменить своего папу пытаться изменить кого-то потому что ну никого в этом смысле вы не измените вы можете изменить только себя и только свое отношение к тому что происходит и хоть то что происходит очень неприятно и в целом далеко от идеала вот но тем не менее все это можно поправить и научиться жить вот для этого первым шагом является разграничение разграничение вот именно именно разграничение своей проблематики то есть вот что есть моя проблематика и что есть проблематика там допустим ну моей мамы к примеру к примеру то есть это вот вещи на которые необходимы образование и без которых вам будет очень очень сложно куда-то двигаться вперед потому что ну вот все время ну все время что-то вас будет останавливать вот все время что-то вам будет мешать все время куда-то вы будете двигаться не туда не в ту сторону вот куда-то вам будет все время ну куда-то вас будет все время сбивать вот в общем понимаете да и вот как раз чтобы этого не было на наша задача заключается в том чтобы вам помочь поэтому вы конечно ну большая молодец что обратились за помощью это только первый шаг всего вам самого доброго обращайтесь тягу вас вы мы вы мы не мы вы